Внимание! Сведение, включающих рейс номер 774 из Лондона. Рейс задерживается по причине метеоусловий. Слышите, у них метеоусловия. Самолёт из Лондона введен вовремя. Час назад должен был быть здесь. Спрашиваю, где он? Что случилось? Никто ничего не отвечает, а? Девушка, вы скажите, что там в 774 из Лондона? Я вас очень прошу. Молодой человек, я вам уже все сказала. Ждите дополнительной информации по залу. Привет, как девушка, вы можете... Нормально, слушайте. Ну, что ж тут у нас сейчас никакой информации, хоть бы что-нибудь сказали, ну, куда? Ну, хоть бы что-нибудь. У меня столько времени касается. Внимание, сведения встречающих. Рейс номер 774 из Лондона совершил подавку. Саша, приходи, пока не могу. Ну, вот прилетели. Другого и бытье могу. А я там, дружно, подошли. Позвоните, он там, пожалуйста. Я так не верненько... Такси, такси! Сначала нас качнула, а потом нам отвернили, что наш самолет находится в зоне турбулентности. И тут так затрясло, кто не успел пристегнуться, так подпрыгнули, вещи попадали... Такси недорого. Игорь Николаевич, ну как там? Страшно было? Где там? На том свете? Там все просто. Вот думаю, стоило ли... Чего? Возвращаться, думаю, стоило ли? Возвращаться, думаю, стоило ли... Дорога Центакря Прямо дышит на двор solve Дорога Цент oppressed Игорь Николаевич, кофе, пожалуйста. Нет, спасибо. Поэтому, Игорь Николаевич, моё предложение больше не вкладываться в дешевую панель, а вкладывать деньги в кирпично-монолитное жилье, в пригородах Москвы, а также в, спасибо, в коттеджные поселки и в таунхаусы. Других способов инвестирования денег я просто не вижу. Подожди, Олег, я не поняла. Что мы делаем с элитным жильем? Мы этим вообще больше не занимаемся? Лина, я тебе многократно говорил, мы этим больше не занимаемся. Хороших предложений на этот счет просто нет. То, что предлагают строить, предлагают строить фактически на торфянник. И кто это потом купит? Игорь Николаевич, хороших мест просто не осталось. Что, совсем не осталось? Нет, но есть условно подходящие для этого места. Например, вот здесь вот заповедник, а вот здесь вот генеральские дачи. А вот это что? А вот это замечательное место. Сейчас покажу. Это маленький и красивый городок, практически одноэтажный. Рядом река, лес. Прекрасная, просто прекрасная экология. Но проблема в том, что местные власти не хотят с нами договариваться. Так много просят? Я бы сказал, наоборот. Садитесь, Олег Михайлович. Спасибо. Я попробую сам пояснить. Игорь, понимаешь, этот городок, кстати, он называется Пригорск, он областным властям не подчиняется. Местный мэр добился того, что все важные вопросы, включая строительство, решает напрямую городская администрация. Там его уважают и в его дела не вмешиваются. Ну, отлично, значит, нужно дать лично мэру. Не берет. Он считает, что там какие-то особенные целебные источники бьют. И коттеджи там строить нельзя никак. Только санаторий. Два года с этой идеей носится и к Пригорску близко никого не подпускает. Да он ненормальный, Игорь Николаевич. Я же у него был. Семья большая, живут на копейке, и фамилия у него такая же дурацкая, как он сам. Ромашкин. Станислав Альбертович, мне как-то странно слышать от такого опытного сотрудника, как вы, такие неубедительные доводы. Вам лучше меня известно, что на любого чиновника, а тем более на мэра крохотного городка, можно найти управу. Прошу вас лично заняться этим вопросом. Через месяц Пригорск должен быть включен в план инвестиций по элитным коттеджам. Сегодня у нас какое число? Сегодня восемнадцатый. Восемнадцатый. Восемнадцатый июня, правильно? Да. Все, значит, девятнадцатого июля. Я жду вас за закладом по этому вопросу. У себя. Хорошо. Игорь Николаевич, вы в ресторан с Андреем поедете или с другим водителем? Какой ресторан? Ресторан «Фазенда» на Никольной горе. У нас же сегодня корпоративная вечеринка. Забыли. Извините там за меня, я не поеду. Только праздник вам весь испорчу. Настроения что-то никакого. Домой поеду. Андрея позовите. Угу. Позвони жене. Просто великолепный футбол показали сегодня немецкие футболисты. Да, у этих парней сегодня получалось все. Балок, ясно. Вот, 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 настоящий герой этого матча. Германские футболисты выходят в четверть в финал чемпионата Европы. И в футболу. И в футболу. И в футболу. И в футболу. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Здравствуйте. А это что? А это гости у Виктории. Субтитры подогнал «Симон» Заставляет сердце биться вновь и вновь. Моя пьяна, 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 пьяна. Ага. Слышите. Слышите. Милый. 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 О, соскучились по шерхану-то, Игорь Николаевич. Милый. Милый. Впереду. Милый. Чуть с ним. Вставай! Вставай! Ну, пошел! Взгони! Взгони, ну! О, Господи! Что ж ты делаешь, дурак? Вставай! 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 Что ж ты, собака, наделал-то? Вставай! 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 Почему не идем в банк? Почему не отдаемся в руки профессионалов? Как какую-то большой, очень далекой. Но при этом, какой-то немножко несуразный стране. Где все такие. Тысячи гектаров леса в Анталье превратились в пепел. в турецкой провинции бушу сильнейшие пожары. Как сообщает местное телевидение, борьба с огнем идет круглосуточно. Вам помочь, Игорь Николаевич? Не надо, иди спать. На втором этаже место найдешь. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич. Игорь Николаевич. Эй! Эй! Ты кто такой? Ты чё здесь делаешь? А вы кто? А вы кто? Простите? Я тебе дам! Простите. Я тебе покажу, кто такая. Вы чё тут? В чужие дворы уже? Уже залезают уже! Что такое здесь? Смотри, я дверь сломал. Я тебе покажу, что ты наделал. Я посмотрю, что там сделал. Ну, совсем обнаглели, в чужой двор залез. Что ж такое делаете-то вообще? Ну, что я там сделал? Смотри, что наделал. Ага, ага. Еще один. Еще один. Алкогольки. Часы сломали. Ну, я вам. Ну, я вам. Я тебя щеллю. Я тебя щеллю. Эй, эй, эй. Ты! Ты кто такой? Эй, эй. Эй, эй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА – Игорь Николаевич, тут такое дело, бензин в баке почти закончился. Вчера отогнали, что… Что, и до заправки не дотянешь? Может, и дотяну, но денег у меня тоже нет. Домой-то я не заезжал. Принеси пиджаки из дому. Где-то там валяется. Слушай, у меня тоже денег нет. Одни кредитки. Что-то мне подсказывает, что в здешних местах не найдем мы терминал для ваших карточек. Ну что, проснулись, алкаши? Продрали глазоньки-то? Плохо ведь, небось. Пойдемте, я вам тут горяченького принесла. Небось, хорошо-то будет после вчерашнего. Светка. Вот ты дома, Игореха. Давайте я вам в сметанку-то еще положу. О, хватит, хватит. Все, спасибо. А то, как мать похоронила ни слуху, ни духу от тебя. Хоть бы весточку бы прислал, мол, жив-здоров, мол, а? Думал, что я никому не нужен. Здрасте, а я как же, я хоть троюрная да сестра. Я и приду, бывало тут, что почище, что смогу подкрашить. Крышу вот хотела починить, но там черепица особая. Ее дед Микола сам обжигал. Говорят, теперь такой не найти. Как дед Микола строил? Дед Микола, он был мастер был, таких уж нету. Они говорят, ломаться надо. А я им говорю, дам ломать, говорю. Вот брат приедет, он и разберется. Вот ты и приехал, Игореха. А вы, петрушки-то, ешьте, ешьте, не стесняйтесь, как зовут-то тебя? Андрей. Ой, Андрей, а у меня зять будет Андрей. Я дочку в субботу замуж выдаю. Хоть, хоть, хоть. Как хорошо, что ты приехал. Ты у меня видный такой. Мне теперь перед родней-то Жениховской не стыдно будет показаться. А то, думаю, пропал, видно, в тюрьме по наследству или сгинул где, по характеру твоему. Я-то тебя знаю. Сгинул, думаю. Ну, мой Игорюш, люди такой болтают. Говорят, что ты вроде как в Москве вроде как, это, ну, разбогател. Ну, я не стала верить. Мало ли что, люди набрешут, наговорят на человека хорошего трудящего. Ты хлипкий ты такой. Ты ешь давай, ешь. Ты шофер, что ли, вроде? Ну, да. А, у меня зять тоже шофер. Я сразу поняла, что вы с Игорьком на пару шоферите. У меня зять, знаете, кого возят? Начальника милиции. А вы кого? Да одного там возим. А, главное при деле, да? Свет, ты мне денег дай. У нас бензин кончился. Я сегодня в Москву приеду, к тебе вышлю сразу. То есть, ты что, уезжаешь, что ли? Ну, конечно, у меня же дело в Москве. А. Свет. Свет. Да. Ну, я вернусь через месяц, обещаю. Ну, не через месяц, через два, ну. Дела сделаю и приеду. Я тебе обещаю. Свет. Свет. Ух ты! Уезжай! И чтоб я тебя больше не видела. Столько лет ждала, ждала. Сегодня увидела. Аж сердце прыгнуло. Вот думаю, будет у Ниночки посаженный отец. Но ведь одни-одиношеньки. А у жениха у него полгорода родня. Они даже музыкантов позвали. А ты! На! На! Возьми, Свет. Свет. Уезжай. Уезжай. Не хочу видеть. Ты что, плачешь, что ли? Свет? Ну, все. Ну, все. Я приеду, Свет. Все. Все, еще. Все. Ну, и надо. Все. Я так тебя ждала. Спасибо, голубушка. Вика, мне очень жаль, что приходится об этом говорить, но Игорь Николаевич позвонил мне и поручил объявить вам об условиях развода. Да? Мы же с ним подписали брачный контракт. Совершенно верно. И этим контрактом предусмотрено, что в случае развода вы получаете ежемесячные алименты в хорошо известном вам размере. Да. Меня это устраивает. Да, но, понимаете, один нюанс, одно маленькое примечание. В случае установления факта супружеской измены, вы лишаетесь права на алименты. Игорь сообщил мне, что считает этот факт установленным. Также он сообщил мне, что в случае, если вы не согласитесь с этим, будете оспаривать этот факт, он просто вынужден будет начать бракоразводный процесс в судебном порядке. И даже если нужно, привлечь к делу свидетелей вашей вины. Я вам больше не голубушка. Он не может так со мной поступить. Увы. Да, вы не знаете этого человека. Вы, вы не знаете. Я музыкант. Вы понимаете, я положила карьеру на него. Я семь лет с ним прожила. Но это же как танк, понимаете? Он любого переедет. С ним невозможно иначе. Я такое в суде про него расскажу, мало не покажется. Зайчишка, я поеду, поеду. Подожди. Ты куда? Ну, постой. Подожди. Нам надо поговорить. Не надо. Не надо. Содержать. Все. Все. Прости. Прощай. Подожди. 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 О! О! Сволочи. Просто сволочи. Все сволочи. Сволочи. А почему вы нарисовали беседку? Там же ее нет. Ну, мне рассказывали, что она там была. Много кто рассказывал. Да, была. Это ж так красиво. Да, была. Это ж так красиво. 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 Ну, конечно. Да. Мы все равно на дачу уехали. Это ж так красиво. Это ж так красиво. Я не знаю. Это ж так красиво. Это ж так красиво. Это ж так красиво. Да, ж так красиво. Это 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 ж так красиво. Григорий Иванович, я бы хотела вам кое-что показать, чтобы вы прочли. Ага. Вам тут письмо пришло на ваше имя вместе со всей почтой. А как пришло, я не знаю. Я бы хотела, чтобы вы его прощали. Сейчас. О, Григория Ромашкина. Ага. Может, вам отпуск взять, а? Ну, и семью бы подальше увезли, и сами бы уехали. Ну, все безопаснее. Если они такие письма стали писать, ну, они так просто словами-то бросаться не будут. Уехали, Бах, Григорий Иванович. Это мой город. Мне здесь бояться нечего. Ладно, зовите телевидение. Ага, зову. Григорий Иванович, я вас прошу. Оля! Пошла. Иди сюда. Вон, смотри, окно на первом этаже открыто. Что ты вырядился-то как? Ты, при горсть, кого-нибудь такого видел? Не видел. Не видел. Сразу видишь, ты чужой. Вот иди посмотри. Кхм-кхм-кхм-кхм-кхм-кхм-кхм-кхм. Едите в концерт! Так, приготовились к интервью Ромаши. Ромашкина? Камеру на Ромашкина. Григорий Иванович, прямо в камеру говорите. Тишина. Приезжайте, у нас умельцы. Пригоршки с туалеткой живут, дома отдачникам сдают. А с нас потом умудряются в суды получить, ремонт и благоустройство. Так что, дорогие мои земляки, назначена мной комиссия. В понедельнику даст ответ по этому вопросу. Мы сможем это обсудить на следующей неделе в прямом эфире. Ну, на сегодня мы все обсудили. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Да, со мной вы можете связаться, как всегда, по телефону, либо по емейлу, по почте, которая идет бегущей строкой. Да, и я хотел для вас зачитать письмо, которое я сегодня получил, по почте. У нас в гостях, как всегда по пятницам, глава нашего города Григорий Иванович Ромашкин. А сейчас концерт по вашим заявкам. О, Ось. А, Костя? Ты в отпуск не собираешься? Собираюсь. Устал. Отдыхай. Ничего не останется, ребята. Подлец ты, Коська. Слышишь, подлец. Тварь. А что, Света, не обидится, что мы к ней на ужин в гости не пришли? Не обидится. У нее завтра свадьба, ей теперь не до нас. А племянница у вас красавица. Невеста будет. Во! Вообще, тут все девчата, как на подбор. В Москве таких уже не найти. Жалко, что завтра уезжаем. А вы почему сюда не так часто приезжаете? Извините. О, Игорюх, привет, безотцовский сын. Я тебя сразу узнал. Не зря моя Светка-то говорила, весь на Миколу похож. А знаешь, когда пацаном-то был, дохлый был, худой, длинный. Придем бы Алла домой, смеемся на кого похож. А она говорит, сама не знаю, как ветром надуло. А как я твою мамку тоже любил? Какая женщина, веселая, компанейская. А за водочкой ты помнишь, как к нам бегал? Придешь, а мы тебе за это и на конфетки давали, помнишь? Слушай, ты мразь малючая. Моя мать еще девчонка совсем была, а вы налетели, как вранье, когда дед помер. Да ты что, Игорюх? Ушибешь ведь. О, Бугай-то какой стал. Ты рассчитался? Рассчитался. Ну и поехали отсюда. Погодите, а как свадьба? Какая свадьба? Не будь никакой свадьбы. Завтра весь город соберется, будут думать догадать, на кого я похож. От кого она меня родила? Уроды. Еще жалеть меня будут. Да пошел он к черту весь этот город. С мэром их придурочным. О, еще одна машина подъехала. Так. Катя, Люба, давайте. Санек, Пашутинский. На, тащи, давай. Давайте, 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 давайте. Тащите. Брэйцо. Смотри, хорошо, что вашего начальника не было, а то мне разрешил. Ну, смотри. Брэйцо. Ну, ставь, ставь. Красиво, красиво. Как жылая, а. Че, тебе не нравится? Смотри, какая собака. Разрылась, разрылась, Сечка быстрая. Разлилась, разлилась Речка быстрая Через тую речку Перекладина коляжет Через тую речку Перекладина коляжет Там и шли, и про и шли Три сестры и чуники Там и шли, и про и шли Три сестры и чуники Старшая сестра Наперёд пошла Перекладина коляжет Спасибо, что пришли О, у нас невеста О, у нас невеста Подёпный Мы за вас, Криторич Мы за вас, Криторич Мы за вас, Криторич Свет Нет, это что, у Ромашкина столько детей Ну, сколько, сколько Трое дочерей Лера, Надежда, Любовь А ещё племянница есть А слева, вон, жена Катя Не помнишь? Она с матерью твоей работала Не помню Я всех забыл, Свет Очень старался И Маринку забыл Ты хоть знаешь, что она умерла? Знаю Я ей писал в Боровск Семь лет назад Соседи письмо вернули 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 Мэру. Вашему и выпить не дают за молодых. Я ему объясняю, это непорядок. А с ним всегда так. Стоит ему где-то появиться, сразу все пристают с разговорами. У каждого обязательно найдется, о чем его спросить. Как вы о нем говорите? Как будто с гордостью. Ну как же иначе? Он же мой брат. Гришка ваш брат? Да. Так, значит, вы, то есть, то есть ты Аня, что ли? А ты, Игорь, я тебя помню. Ты часто к нам в гости ходил. Особенно в старших классах. Я так хотела тебе понравиться, а ты меня прогонял. Не мешала. Ну, а ты такая вредная была тогда. Помнишь? Все время обзывалась. И вся в веснушках. Некрасивая и лохматая была. Да я сейчас лохматая. Но это было не в buysдом. Никакая, я сейчас лохматая была. Я тебя помню, не пристала. Я тебя помню. Вот это Вы, в этом,еλέфи. Ух. Фух. Тихо, я зато не могу... А ты, что ты? Ух.. Ты, что ты, что ты? Дима. Дима. Молодец. Хорошо, товарищ пляшет. Деток научился. У нас Мерин издыхал, точно так же бился. Да-да, слышу, Станислав Альбертович. Слышу. Рано. Нет, нормально. Да, здесь разница во времени. Что вы у меня? В Бразилии. Ну а где же еще? Слышите? Хорошо. Нет, завтрашнюю встречу со строителями придется отменить. Я здесь задержусь, пока не знаю, на сколько. Ну, а что у нас еще? Ты купаться идешь? Да, сейчас иду. Нет. Нет, ну с этим вы и без меня справитесь. Да. Пойдем. Что по Пригорску? По Пригорску все остается в силе. Да. Пойдем. Пойдем. Поехали! 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 Я на месте. Начинаю. Это вы после школы фотографировались. Помнишь, смешные, потом тебя в армию взяли, а Гришку — нет. Он так переживал. Долго потом всем доказывал, что абсолютно здоров. Закалялся, из реки до ноября не вылезал. А потом твоя мама запалела. Гриша ходил ее навещать, ты знаешь? Нет, не знал. Они вместе с Мариной ходили. А Марину ты помнишь? Ну вот же вы вместе. На фотографии у беседки. Знаешь, у Гриши точно такая же есть. Это он вас тогда снимал. А теперь и ее нет. Знаешь, возле Чили есть остров. Ислароха называется. Там живут индейцы, которые раз в год избавляются от плохих воспоминаний. Они плетут маленькие лодочки, складывают в них все, что плохого случилось за год и отпускают в открытое море. Они считают, что прошлое забирает слишком много сил. Двадцать лет назад, когда я вернулся в часть после смерти мамы, я отпустил от себя такую же лодку. Я решил начать новую жизнь. Ты был в Чили? Был. Там ослики еще маленькие бегают. Без хвостов. А я вот нигде не была. Когда в Москве училась. Каждую субботу домой. Летом тоже. Кате нужно было помогать. У нее уроки, тетрадки. Одной с девчонками не справится. Да и Гриша работал целыми днями. Знаешь, я когда-нибудь накоплю кучу денег и тоже поеду на остров. Ислароха. Игорь Николаевич! Игорь Николаевич! Чего? Аня с вами? Что случилось? Простых сухарей не было. Я с изюма взял. Ничего? С бараниной не было. С чем? Ладно, не тупи. Неси остальное. Так. Слышь, фонар-то нужен? Перебьется. Меньше видишь, крепче спишь. Да? Ну ладно. Вера, давай понайти это скорее. Давай-давай. Липочка. Давай-давай. Липочка. Давай-давай-давай. Видите, вот там собачки. Положи. Давай. Вещи, по-моему, тут уже складывай. Мы вовремя успели. Я Веру до дома провожал. Подходим, смотрим, дым валит из окон. Мы сказали шланг из сада тянуть, насос включать. А что там загорелось? Григорий Иванович велел сказать, что электричество замкнуло. Но я ж первый прибежал. Поджечь кто-то дома пытался. В каком смысле поджечь? Ну как, книги свалили в кучу и подожгли. А вообще, конечно, какой-то поджёг ненастоящий. Почему? Мне кажется, если хотели бы поджечь, льванули бы бензин. Кто-то, видимо, хотел его напугать. Ну сколько можно ждать? Это же вредно для легких. Ниша. Аппарат абонента выключат или находится вне номер 10. Слушай, наверное, нужно окна снять. Садись, поехали. Здравствуйте. Ну, трезвый я, трезвый. Еще вечером собирались уехать вчера. Так что даже за здоровье молодых не выпил. Вижу, что трезвый. Документы, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Ну и кто это, Семенов Игорь Николаевич? Это я. Все в порядке, можете ехать. Зажигалка есть? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ебважно! Раньше хоть пьяный за руль не садился. Срочно! Звони его водителю. Этот Боров таких дел натворит, я его знаю. Да где же его сегодня найдешь, водителя-то? Теща его звони, и поскорей! О, молодцы! Молодцы какие! Ребят, а может, вы мне ещё баньку посмотрите? А то у меня там у баньки чё-то дверь перекосила. Мам! Чё, мам? Чё, мам? Когда-то у меня в доме ещё столько мужиков будет. Не волнуйся, тетя Свет, мы всё сделаем. С удовольствием. Вот молодец. Мы и тебе невесту хорошую найдём. Нина, если кто похмеляться придёт, ты подай. Ну, скажи, что мы второй день не гуляем. И так вчера всю ночь к работе. С удовольствием, Свет, я сейчас передумаю. Поехали быстрее уже. Чё поехали-то? Забыл, что ли? До базара два шага. Пошли, пешком дойдём. Пока, ребята. Работайте. Никита, подожди. Никита, подожди. Помидор-то почём у вас, мужчина? Как это делал? Лёш, а? Ты где такие центы видала? Во сне, что ли? В Страстной пятнице? Я в Москве в три раза дороже торговала. В Москве. В Москве за килограмм дерьма можно тысячу рублей выручить. Нет, перестань торговаться. Бери, за сколько дают, я заплачу. Ну, как это? Как это бери? Как это бери? Такие денежища просят. Там мясо заветренное, куры синие. Что? Что ты орёшь, как потерпевшая? Что орё-то? Ну, какое оно заветренное-то? Гоняй. Спекулянты вы. Противы. Спекулянты? А вы только и знаете взятки милиции давать. Да, спекулянты это те, которым к польским-то тряпочкам французские бирки пришивают. А вот они-то как спекулянты. Хоть про вас-то и надо говорить, Гоняй Иванович. Молчи, Гоняй Иванович. А то приходят, что мне не нравится, это им не нравится. Ходят тут. Тебе чего? Вот, правильно, заветренное. Какое заветренное? Еще один. Ну, вот, я за барахлом сама в Польше ездила. Оставлю Ниночке на неделю. Денег, котлет накручу. И в поезд. Это мне только в прошлом году. Григорий Иванович заведующий столовой назначил. У нас тут в школе новую столовую открыли. Ну, вот меня. Григорий Иванович, Григорий Иванович. Вы без него сами-то хоть что-нибудь можете сделать? Нет? Без Григория Ивановича? А везде его упоминаете. Как этот? Святой заступник у вас какой-то. Ну, а что ты хотел-то, Игоряш? На нем вон сколько людей, не говоря о семье. Ты-то вон один как перст. Это же сразу видно. От тебя никому не холодно, не жарко. А он обо всех заботится. Слушай, что ты обо мне знаешь? А? Да от меня, может быть, сто, в тысячу раз больше человек зависит от меня. Больше, может быть, чем от этого вашего мэра. А что ты кипятишься-то? Что ты? Что ты разошелся? Вот прям как покойный дед Микола. Вот правда. Тот тоже такой, как заведется с полуоборота. Ну, чего ты, ну? Да поняла я уже, поняла, что ты там в Москве человек непростой и никакой ты не шофер. Но только вот ты не любишь никого, Игорь. Вот как будто специально никого не любишь. Нарочно никого. У меня Нинка такой была, когда ей 14 лет было. Тебе-то, ну, Игореша, тебе-то 40 скоро. Ты подумай. Ну, пора бы уж как-то научиться ладить с людьми. Ладить с людьми. А Григорию, Григорию Ивановичу, ему учиться не надо. Он просто сам по себе такой, понимаешь? И мы все люди свои. Ну, чего ты, Игорь? Ну, Игорь, ну, куда ты? Да пошли вы все! Игорь Негода. Позвольте. Что такое? Оля! Какое? Ну, что ты здесь воскресенье делаешь, ну? Воскресенье? Воскресенье. Я пытаюсь дозвониться, между прочим. Ну, сам знаешь, сами знаете, кому, извините, да. Прости. Да, вот выписала все нужные телефоны. Дозвонилась? Нет пока. Значит, мобильный недоступен, на турбазе никто трубку не берет. Ребят, вы эти доски распилите и в дробник сложите. А те, что поменьше, можно на щепки расколоть. Тут на целый месяц хватит печку втопить. С такой тещей не пропадешь. Генерал. Это точно. Андрей! Что? Это тебя. На работу вызывают. Да и что, обалдели, что ли, а? В воскресенье, да еще после свадьбы. Ну, дают. Ты меня искал? У тебя загранпаспорт есть? А что? Поехали со мной прямо сейчас. Куда? Куда угодно. На Исларуху поехали. На Кубу. Майами. Куда хочешь. Я хочу показать тебе весь мир. Очень хочу. Поедешь? Нет. Ты мне не веришь? Да нет. Почему я тебе верю? Ты первая женщина, кому я это предлагаю. Правда. Я везде путешествовал один. Поедешь? Я тебе не нравлюсь. Нет. Ты мне нравишься. Ну, а что тогда? А, Семенов! Я так и знала, что встречу тебя именно здесь. Но при таком образе жизни лекарство тебе совершенно необходимо. Кира Михайловна, не сейчас, потом. Хорошо? Аня, его надо срочно лечить от алкоголизма. И печень. Я думаю, печень у него тоже не в порядке. А какие надежды он подавал? Кира Михайловна, я же совсем не пью. Да? Да. Если бы я был пьяницей, как бы я закончил экономический факультет МГУ и курсы менеджмента в Лондоне? А врать, Семенов, нехорошо. Хотя ты всегда был склонен говорить неправду. Анечка, а когда он был в третьем классе, я его за это ставила в угол. Он плакал, хныкал и просился в туалет. Наконец-то! Я вам с самого утра названиваю. Послушайте, что за цирк вы устраиваете? Где вы набрались этой уголовщины? Я не понимаю, о чем ты говоришь, Игорь. Не понимаете? Я на улице рос, до пятнадцати лет. И то мне такое в голову прийти не могло. А вы, интеллигент, в хрен знает в как… в хрен знает в каком поколении такие вещи устраиваете. Я вас об этом просил. Игорь, или ты мне сейчас все объяснишь, или я прекращаю этот разговор? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Эта земля нужна лично мне, понимаешь? Именно я, а не кто-то другой, будет финансировать строительство коттеджного поселка в Пригорске. Я знаю. Давно? Всегда. Почему не позвонил, не сказал ничего? Я ж очень хорошо тебя знаю. Очень много наслышано о владельцах Олдилга, Бетта-Капитал, Игоре Семенове. Знаю, что Игорь Семенов от своих решений не отказывается. И все равно будешь биться за этот лес с источниками. Да. Гриш, я буду откровенен с тобой. Я велел своему заму начать обрабатывать тебя. Он мужик тертый еще, приандропию начинал. Тебя завтра начнут травить все областные бюрократы. Ты знаешь, я ничего другого от тебя не ожидал. Интересный ты, мужик, Григорий Ромашкин. Григорий Иванович, я его нашла. Он под Астрахани, у нас в травах, на рыбалке. Звоните. Олечка, давай попробуем, пока без него обойтись, хорошо? Григорий Иванович. Оль, закрой дверь, пожалуйста, а? Ну и пожалуйста. Мой заместитель рассказал мне кое-что. Получается, у тебя тут и без нас проблем хватает? Есть маленько. Знаю только, что три дня тому назад ты потребовал увольнения начальника милиции при Горска, прихватив его на взятках. Но решение еще не принято, потому что начальник областной милиции в отпуске. Я так понимаю, ему твоя помощница хотела испортить рыбалку. Игорь, знаешь, давай я своими проблемами буду заниматься сам, хорошо? Это тебя никак не касается. Гриша, еще вчера мне твои проблемы были по барабану. А сегодня мне не все равно, понимаешь? Мне не все равно, что делается у тебя в доме. И почему его собирались поджечь? Интересно, почему? Потому что там живет твоя сестра. Ты знаешь, Игорь, я думаю, что тебе мою сестру тоже придется оставить в покое, хорошо? Хорошо, хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА